Фух, непонятно кто. Нет, а лоси непонятно. Ну, ладно, все-таки лоси. Хоть заснять. Попытаться. Держи, вот лоси, лоси вижу его. Вот самец крупный, вовсе рядом. Вон, 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 вон стоит. Вон стоит, буквально 30 метров от меня. Крепкий, хороший самец. Все, ломанулся. Во, кадр хороший получился. Спасибо, Айда, заметила. Да, только в упор стреляй, не бери, не хочу. Но крупный и самец. Рога такие большие. Вообще классно получился. Такой березовая роща. И он, вот я шепчусь, может. Может, мой шепот еще он услышал. Обыграл, красачик. Молодец, Айда. Молодец. Да, можно было бы взять, конечно, если на лося ходили. Все супер. Вот тут он на этом самом месте и лежал. Вот собака отсюда и подняла. И первый раз я услышал, чувствую запах, специфический запах лося. Да, вот. Что-то я слышал, охотники на лося говорили. Есть запах. Да, действительно есть запах лося. Я услышал. Такой вонь. Именно вот у коровы один запах, а у лося какой-то другой. Крепкий мужик был. Хорошо. Спасибо, что успели заснять. Вообще так радостные. Целый день шли. Хоть толк какой-то вышел. Удалось заснять. Пошли, Айда. Дома к избушке. Будем избушку искать. Уже недалеко там осталось-то. Клн. 7, наверное, или 6. Вот здесь от меня выскочил глухарь. Собака отнюхала. И как-то я уже в спешке иду, чтобы до темна как-то добраться до этой избушки. Уже немножко, уже чувствую ее немножко усталость. И иду быстро, быстро, ну и под ногами не слежу, что-то там ломается, или скрип, шум, гам. И, в общем, собака там нюхала, бегала. Ну, я думал, где-то рябчик может оказываться. Буквально там 25 метров от нас глухарь сидел и улетел в ту сторону. Ну, в принципе, все идет по пути, но он никуда не сел. Насквозь куда-то улетел. Ну, он и старый, старый глухарь уже битый, знает под пулями, может, был уже. Может, и встретимся еще, кто их знает, их глухарей-то этих. Все идет по пути. По пути к нам. Буду смотреть верхушки деревьев. Но где-то, если он сел где-то полкилометра, оно от нас точно улетело. Не меньше. Ни шума, ни грохота такого, чтобы сел, оно не слышно было. Идем. Идем за ним, короче, по пути. Вот старые зарубки уже 100 лет, наверное. Он сколько уже, 5 сантиметров коры там. И запах смолы такой. Смола такая вкусная, вкусная. Я люблю вообще запах смолы, когда в лесу работал, сучки рубил. Попаду иногда бывает дерево там, сосна и смолистая. Щаду вот, возьму такой кусок, как бы смолы, сижу и нюхаю, балдею. Кому что нравится, я запах смолы вообще, вообще уважаю. Блин, так вкусно. Балдеж. И если у вас язва, язвенная болезнь, сходите в лес. Найдите там смолу от елки, или от лиственного, как же он называется, не кедра, а красное дерево. И жуйте вот эту смолу от елки. Новые там, не старые, вот, а новые, как сказать, новая смола, когда из деревьев выходит, такие как шарики вообще. Надо, ну, в общем, надо показать, какие именно вот вкусные. Ну, такие они, как бы старые, они горьковатые. Но все равно можно уживать, и от язвенных болезней он помогает. Так что, имейте ввиду, смола от елки, лечебная даже. В общем, следующая кварталка у нас, вот столб. Восток-запад, юг-чевер. И вообще, говорит, ну, она как-то, стыковочки нету. Она где-то в стороне, которая из столб у нас. Нам сейчас идти на запад. Восток-там, сзади меня, запад здесь. И нам надо идти, какие-то следы интересные тоже. Еще остается киломатратринная ванна. Именно избушка. Но это, считай, уже основное мы прошли. Тут уже малость остается. Идем. Вот наша кварталка. Вот мы оттуда пришли. Вообще, с той стороны. И идет вон дальше. Но если туда пойти, там вообще хреновое место, во-первых. И дальше река. Река, возле которой избушка должна быть. И здесь уже охотничьи тропы. Здесь охотники ходят. Вот и здесь мы раньше ходили тоже. И мы сегодня тоже здесь и пойдем. Пойдем и, я как помню, эта тропа выводит нас к избушке. Опять снег выходил. То дождь, то снег, непонятно что. Творится осенняя погода. В общем, уже недалеко. Просека там и проходит. По этим ужасам. По которым иногда приходится ходить. Что и сегодня. Сколько километров прошли. Ужас, мама, не варюй. И вот обходной путь. Обходной путь. Вот тропинка. Конечно, уже тропинка. Мало здесь ходят. Сразу видно. Охотников мало бывает. И тропинка уже исчезает. В некоторых местах даже пропадает. Вот если взять вот в какую сторону здесь надо идти, уже непонятно. Или туда, или сюда. Зачес я вижу. Может туда надо. Может вот здесь. Вот так и теряются тропинки. Но ладно, по этим зачесам мы пойдем. Да, так есть. Вот мы видим. Вот так и приходится там вспоминать. Вспоминать там. Когда-то здесь тоже ходил. Охотился. И сейчас все поменялось. 20 лет уже прошло. Вот здесь прекрасно. Здесь вроде есть тропинка. Найдем. Идем. Идем искать. Здесь идет. Вижу, вижу. И туда пойдет. Все, найдем. На ровном месте потерялся. По тропинке шел, шел. И вдруг тропинка куда-то вывела меня на речку. Вообще непонятно куда. Вообще я уже здесь все позабыл. Наконец-то я... Вроде бы это уже то место, где должна быть избушка. Вообще. То самое место. Вот она, родимая. Вон избушка. Наконец-то дошли. Дошли, дорогие мои, избушки. Пока светло. Вот то самое место, где когда-то я 20 лет назад охотился, промышлял. Все по-старому. Анбары, баня. Так и избушка новая. Избушка новая. Сейчас затоплю печку. Буду варить чай. Что-нибудь из еды приготовлю. А там постепенно немножко порассказываю, как там все. Вон какой я сырой. Вообще. Но я рад, что в избушку. Теплая избушка будем ночевать. Вчелом здорово. Все круто. Все круто. Друг. Друг главная дрова. Запас делал. Здесь и там. Слава Богу. На одну ночь как переночевать. Вот и сама изба. Вот для меня, конечно, чуть-чуть низковато. Где-то рост, наверное, она здесь метр тридцать максимум. А для меня низко. Вот печка из кирпича. Труба из... Железная труба. Толстая, я скажу вам. Ну, все по ходу. Ну, здесь стол, конечно, как в этих... Когда в лесу работали, там тоже в будках такой длинные столы делали. Продукты. Все на... Все есть. Все на месте. Тоже цивилизация, я смотрю тут. Лампочки. Розетка. Все, будем обживаться. Я сырой. Надо печку затопить и... В общем, греться, сушиться и так далее. Дым пошел. Печку затопили. Все за водой с чайником и ведром на речку сходить. Вот такие будки. Собаки старые, уже древние эти будки. Столеты на... Старая лодка. Все уже Кирдык. Тоже. У-у-у. Здравствуй, речушка, речка. Речка наша. Неглубокая, быстрая. Да. Как же давно я тут не был. Ё-моё. Собрались тут 3-4 лодки даже бывало. Бывало и больше. Вверх охотники. Когда поднимались там, как красиво здесь жили мы. Не тужили. Все так же. Противное место. Вот. Вон. Как бы, не то длина, не то, не понятно что. Вот она родимая речушка. Вот она родимая речушка. И... Что-то как будто по-другому все. Или вода большая. Здесь бывало даже в брод я переходил. Там тоже участки промысловые в той стороне. Свежие. Свежие бревна сверху приплыли. Там заторы пилят, наверное. Не, я река... Как-то по-другому. Другая как будто. Что-то все поменялось. Все, набираем воду вообще. Варим чай. Да. Дошли наконец-то. Ну что, начну, наверное, немножко с избушки. От избушки. Как бы, у нас здесь была другая избушка. Но вот я, как и раньше говорил, пришли к нам зэки. И от нас два километра севернее построили бараки, начали рубить. и они как бы после работы и, ну, свободные у них режим какой-то был. Я не знаю. Вообще, они ходили по лесу там. Сюда приходили. И гнали, видимо, самогон, как всегда. Что обычно они делают в избушках охотничьих. И я не знаю, по какой причине, но избушка у них сгорела. Вот наша избушка, которая здесь стояла. деды еще наши строили эту избушку. И начальство, прапорщик, или кто у них там, в общем, они дали наказ, как бы, построить новую избушку. и взамен они построили вот эту избушку. с южной стороны еще здесь надо окошко сделать. Окошко у нас с западной стороны сейчас. Раньше было две, две окошечки маленьких. Здесь и вот тут. Вон, какая антенна здоровая. ты смотри, хозяин такой мелкого роста такую антенну бабахнул. Сильный такой. Нормальный ход. И вон, вырубил, смотрит, наверное, по вечерам там выдру или кто там еще, может быть, или кто-то на лодке, если поднимется, кустарник он срезал там. И что еще? Ну, в принципе, построили. Сейчас вот охотятся, живут новые хозяева. Как бы мой напарник тоже был у них. Но у них свои промысловые участки и у нас тоже. Но мне как-то надоело далеко сюда ездить 80 километров и я в общем передумал и решил поближе там построил новую избушку и хочешь там вот эти будки старые. Наверное, еще третья была. Вот это это наш старый амбар. Смотрите, на каких высоких ножках они стоят. И вон там тоже у напарника тоже крепкие новые ножки. и здесь он тоже поменял. как бы он следит тоже сейчас все его хозяйство. Ухаживает. Не знаю, что там он, конечно, хранит. Это его личное дело. И вот еще баня. Баня здесь еще, конечно, мы тоже мылись и не раз. это та сама баня. Нары, конечно, тоже надо уже поменять по-новому. Вот такая изба. Ой, вот такая печка. Камни, море наверху. Здесь камней очень много на речке. Вот и не жалея камни там вставили. во всем жарко, вкусно, баня. Вкусный вкус такой от черной бани. Особый хороший вкус и лечебный. Вот да вообще у каждого охотника у нас лично у нас у каждого охотника есть баня, амбар, все хозяйство, изба. Но он видимо тут ноги менял. Я был последний раз, когда меняли, как мы меняли, он я смотрю и разбирал и по-новому наставил, потому что старые места есть. А мы когда меняли, вот сюда рядом вставляешь бревно и клин. чуть-чуть вот так щель остается и клин туда вбиваешь, амбар чуть-чуть приподнимается и старый, как бы старый, старый убираешь ногу и новый туда толкаешь и не надо разбирать ничего. в общем мы так делали последний раз именно вот этот амбар но сейчас уже все уже поменялось. Вот лодка лодка конечно тут уже древняя старая помнится еще они ходили по речке на этой лодке ну видишь все сгнило вот так делали лодки из елки тоненькие доски такие из елки и таким образом не знаю видно нет там может понятно кому нет таких нет глубинка я вот вот только что вспомнил откуда говорю зеки синдера и еще там глубинка была вот от глубинки наверное там зимники делали и вот на том берегу если по кварталке идти два километра там у них бараки ставили в общем гости к нам даже приходили это нехитрая морда ли я не знаю как там называется вот этим давно уже тоже рыбачили он рыба заходит обратно не может почему-то выходить и там остается рыбакам на съедение вот так вязали вот такие из сосны как бы не могу я сорта кучи чем одна без таких из берез и сосновых палок и вязали в общем нехитрым способом раньше как щетей не было и умудрялись все делали из дерева выходили из положения ловились рыбы большие маленькие сколько хотелось столько и ловила столько и ловилась вообще рыбы много было но река вообще другая вообще другая что-то как будто поменялось непонятно что но или обман зрения какое-то ох и чистая она чистая чистая вода вообще прекрасно вода все будем отдыхать хорошенько сегодня погуляли нормально устали ноги даже завалы конечно очень много завалов ручьев было еще у меня там в лесу есть хитрый амбар тоже адзикал я один там построил ну дальше в лес чтобы никто не видел не знал и завтра уже на ванна сходим там по пути там пройдемся и в общем посмотрим как он стоит или уже все развалилась но она уже развалилась я даже сделал на одну ногу на одной ноге целый амбар стоял в общем такие дела посмотрим печка дымит печка дымит вообще дыры где дырка там дым как труба для этого я сейчас сходил к речке и там длина рядом сейчас сразу буду за что поют вот и будем держаться на будущее конечно в одном месте закрою вон там уже тоже будущее надо печку сделать экономку из как сказать из листа металлического так и от трубу наоборот из кирпича а тут все наоборот сделано как бы конечно блин везде вон все открыто все открыто в общем я буду ремонтировать по копеечку немножко немножко отремонтировали там основное где очаги где выходил а тут еще чуть-чуть но это терпимо сейчас печка уже печка уже дает жар уже чувствуется тепло воздух в избушке все уже поменялось вот здесь я буду спать вот небольшой матрас ну не матрас а одеяло оставил хозяин вот здесь и буду отдыхать вот печки будет тепло ногам и уже скоро закипит вода буду варить кашу быструю кашу пшена или пшено да пшено и там маслом буду кушать также есть у меня каша готовая уже открыл вот каша это на потом сейчас горячее свежую кашу сварю и буду кашу чай заварим чай будем пить песок чай все есть и у хозяев как всегда во всех избушках кто-то кто-то оставляет здесь сахар две пачки чай пачковый суп соль даже пюре вон ролл там но которые я не уважаю это если честно не надо кушать это вредно быстро конечно но вредно все все как обычно там бушлаты еще висят можно укрыться если холодно будет посмотрим какая избушка холодно или сейчас все равно осень и зима я думаю нормально будет как во всех избушках я весь сыро и надо раздеться и надо сушиться вообще я сырой все готовим ужин будем ужинать время я даже не посмотрел еще сегодня телефон взял и на телефоне надо посмотреть вообще как сколько время вода закипела сейчас я кину вот такие пакеты три штуки три порции тут я вчера дом своей избушкой один пакет попробовал и да действительно одна порция вполне хватает для того чтобы нормально наестся и вот сейчас у меня три пакета я сразу три пакета сварю одну для собак и вторую сейчас съем и если не наемся конечно и вторую можно съесть и с хлебом для собак одну одну пачку тоже сделаю супчик такой каша хлеб и вода нормальная будет все это закину и буду варить я уже балдею избушка нагрелась уже каша варится я балдею я дошел до цели дошел до этой избушке 20 лет уже не был мне так хотелось увидеть все это снова я здесь я рад я доволен вообще круто сейчас буду отдыхать всю ночь завтра уже будем двигаться обратно обратно к своей избушке но уже по другому пути наверно другой маршрут я выберу по тем местам где сегодня шли уж давно мы не будем спускаться посмотрим посмотрим что будет завтра здесь у меня две порции каши фонарик еще и кашу буду есть с маслом одну порцию каши еще собак сварил в общем вот такой шмоток масла еще туда закинем будем ужинать ужинать ну целый вечер эта каша и завтра еще вон та банка еще на завтрак на этой банке я буду держаться целый день как бы дома уже как в избушку свою дойдем там нормально покушаем а сейчас вон сколько каши бери не хочу жри только нормально самый раз собака с хлебом кашу сделаю ммм нормально не перезалил все вкусно и каша пшеничная здоровая каша некоторые гречку любят некоторые рис а я вот пшено самое нормально очень вкусно в лесу всегда апректип есть да еще когда бродишь целый день все успели до темна дошли успели еще варить еду ужин и в общем все успели сейчас будем кушать и отдыхать в общем такая история у нас чай есть все есть айда нервничает ждет иди покушай айда ешь вкусную еду приготовил и каша и хлеб все вместе ешь надо же подкрепиться к себе и собаке кушать должны все напарника нельзя забывать помощница моя целый день был пасмурно а вечером вот все все открылось ясное небо может даже заморозки будут где-то эта сторона уже вообще северная где-то пару кварталов не помню сколько уже в сторону севера ходили там 2 или 3 квартала и там уже граница будет граница лесничества там уже ухтинская граница там уже ухты там уже территория начинается все но до этой границы мы даже границу переходили когда-то зимой там ходили и все больше той стороне я не был там тоже бесконечные вырубки ужасные вырубки там бороск там еще поселение бороск есть и вот с бороска там все вырубки зеки там круговую вообще ужасные вырубки там бесконечные там нечему нечему завидовать там чаще такая мама не горюй вот так охотники ходят ничего не боятся а чему боятся встал на лыжи вперед или как мы сегодня сколько уже хотели сюда прийти вот и пришли возле каждой избушки вот не знаю видно ванна видно на камеру здесь где-то метров сорок тоже на ванна банка как обычно все пристреливаются свое оружие пристреливают и вот у меня там тоже банки есть и вот здесь тоже это столетняя сосна уже там сколько пуль уже туда перестреляли мама не горюй все вон с трубы такой жар идет избушка нагрелась все нормально сейчас будем уже все отдыхать птицы еще не спят в разгаре кто чем занят все я в избушку я в избушку этот свет это там светит луна вечерняя луна сейчас не знаю сколько времени где-то восьмой час обычно я уже после семьи уже ложусь а сегодня на новом месте как-то и не спится промеж деревьев луна видно все светит вот конечно на фотоаппарате не видно но и звук реки и звук реки слышно и светит луна вот такая вот такой вечер звезды сегодня видно да кругом звезды облачная звезды видно все надо как-то уже спать ложиться но на новом месте никак не могу заснуть в общем такие дела вот такой вечер как-то я